Посвящен интернет-маркетингу, диджитал-технологиям для юристов, адвокатов о том, как правильно привлекать клиентов сегодня в современных условиях. С вами я, основатель Академии консалтингового бизнеса Алексей Кравченко. У нас хорошая традиция. Мы сейчас фактически в каждый курс стараемся добавлять модуль с моим участием, где порядка двух часов я смогу с вами поделиться опытом и своими наработками в отношении интернет-маркетинга. Важно понимать, что Академия консалтингового бизнеса как проект курсов и тренингов для юристов на сегодняшний день занимает позицию номер один на рынке в этой нише. Мы лучшие, мы этим гордимся, но также важно понимать, за счет чего это происходит. Это происходит исключительно за счет современных технологий. И именно о них мы будем сегодня говорить. Сам являюсь диджитал-технологом, я работаю с юристами, с юридическими компаниями, занимаюсь продвижением, развитием, масштабированием юридического бизнеса. Сразу скажу, что работаю не со всеми, поскольку вы сейчас поймете, насколько много следует делать самой юридической компании для того, чтобы использовать полноценно инструменты диджитал-маркетинга. Одно дело наличие этих инструментов, а второе дело — это контентная часть, с которой должен работать диджитал-технолог. Поэтому важно понимать, что диджитал — это среда, в которой мы все обитаем. Это не инструмент, это среда. Мы все сейчас диджитализированы, поэтому если вы не представлены в интернете каким-то образом, то вас нет. Напомню, слава Билла Гейтса. Поэтому важно это понимать. Если говорить о том, что мы сегодня будем разбирать, то мы постараемся сжато сегодня пройтись по пяти столпам интернет-маркетинга, о которых должен знать сегодня каждый современный юрист. И мы постараемся разобрать систему интернет-маркетинга с точки зрения транслирования экспертности юриста или адвоката. Потому что я глубоко убежден, что эта категория консалтеров способна завоевывать аудиторию в интернете только через трансляцию своей экспертности. Однако инструменты бывают разные и разные бывают практики. И отсюда важно понимать, что какие-то простые практики вполне возможно продвигать через запуск рекламных кампаний. Мы об этом поговорим. То есть я имею в виду, что достаточно будет сделать сайт одностраничный, запустить на него рекламу и получать клиентов. Но если вы хотите все-таки развивать более сложную практику, то я рекомендовал бы выдавать контент. А контент может быть разный. От статей до создания видео и ведения YouTube-канала, о чем мы сегодня постараемся довольно-таки трудно поговорить. Если можно, пожалуйста, дайте мне обратную связь в чате. Как меня слышно, как меня видно. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10. Как вы воспринимаете ту информацию, которую я вам сейчас сообщаю. И мы с вами продолжим. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10. Я, к сожалению, не вижу количество участников у нас в чате. Участники есть. Прекрасно, Ольга. Хорошо, можно будет в конце или по ходу дела также задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. Для начала давайте сделаем небольшой промоушен, поскольку это правило хорошего тона. Я рекомендую вам его использовать. Также промоушен в плане каких-то личных тех наработок, с которыми я сейчас активно работаю. И у меня появился новый YouTube-канал. Он называется Кравченко Шурс. Я попрошу нашего технического специалиста отправить ссылку на этот канал. А вас, друзья, попрошу подписаться, потому что Кравченко Шурс – это канал коротких советов для вашего бизнеса. Там есть некоторые видео для юристов. Конечно же, этих видео больше именно на YouTube-канале Академии консалтингового бизнеса. Но, тем не менее, есть общие принципы введения юридического бизнеса и в целом бизнеса. Мы говорим там об управлении персоналом, о построении системной компании, о маркетинге. И я рекомендую подписаться на мой канал, чтобы вы регулярно получали знания. Это небольшие короткие советы от 2 до 10 минут, которые действительно вам помогут найти ответы на какие-то конкретные ключевые вопросы. Поэтому, пожалуйста, переходите на мой канал, подписывайтесь, я буду этому только рад. Если мы говорим уже конкретно о специфике для юристов и непосредственно о том, что можно получать от Академии консалтингового бизнеса на уровне бесплатных видео, то, конечно же, у нас есть YouTube-канал Академии консалтингового бизнеса. Но сейчас я попрошу, чтобы Максим, наш технический специалист, отправил вам ссылку именно на седьмой модуль программы LegalPro. Это годовая программа по развитию и управлению юридического бизнеса, которая у нас проходила уже довольно давно. Мы, я думаю, ее реанимируем. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы создать программу по soft skill-an для юристов. И важно понимать, что те знания, которые я вам попытаюсь сегодня передать, они будут, ну, очень прям сжаты. Прям настолько сжаты, что вы даже себе не представляете, какая-то будет выжимка. Вы посмотрите по презентации, какие-то слайды мы будем просто пропускать. Но я хочу, чтобы вы все-таки ушли с пониманием того, что у вас есть и будет находиться всегда под рукой видео. Это 7 часов практики от Алексея Кравченко по интернет-маркетингу для юридических компаний. И вы всегда сможете пересматривать эти видео, вы всегда можете писать комментарии под этим видео. Я с удовольствием отвечу на ваши комментарии. Вы можете сохранять для себя какие-то вещи, которые вы будете принимать конкретно для своего юридического бизнеса. И в целом я это делаю только лишь ради того, чтобы у вас действительно был результат. Я подчеркну, что очень важным моментом в развитии диджитализации вашей юридической фирмы имеет значение наличие внутри вашей юридической компании сильной команды, которая готова работать на результат. Если команда не готова выдавать регулярно контент на регулярной основе, любое диджитал-агентство, любое рекламное агентство ничего не сможет вам сделать и ничем абсолютно не сможет вам помочь. Поэтому это самый важный посыл. И я прошу, чтобы вы все-таки по результату сегодняшнего мастер-класса, такого максимально сжатого и сокращенного, все-таки потом пересмотрели мастер-класс, который состоит из 7 часов и который основан конкретно на кейсах и примерах из юридического бизнеса. Я попрошу тогда, наверное, Максима уже переходить к презентации, и мы начнем. Да, коллеги? Окей, как я и говорил, да, это презентация моего модуля номер 7 из годовой программы Legal Pro. Это большой курс по интернет-маркетингу, не по интернет-маркетингу, а в целом по развитию и масштабированию юридического бизнеса. У нас выступали управляющие партнеры юридических компаний, директора по маркетингу, юридических фирм номер 1, которые, например, 7 или 8 лет подряд занимают топ-1 по рейтингам юридической практики. Например, Виктория Исауленко, да, директор по маркетингу юридической фирмы Астерс. И вот у меня в этой программе был модуль номер 7, такой 7-часовой модуль, целый день мы в аудитории работали с собственниками юридического бизнеса, и все это у вас уже есть в записи, вы видите эти ссылки в чате, очень важно это понимать. Поэтому сегодня моя презентация, она большая, но мы будем пропускать некоторые слайды для того, чтобы вы их могли посмотреть уже в записи, а я буду акцентировать внимание только на тех моментах, которые крайне важны, крайне важны. Потому что, поверьте, 15 лет своего опыта вложить там в 2-3 часа, ну крайне сложно. При этом важно понимать, что вы общаетесь, и вы получаете знания от юриста, от юриста-хозяйственника, от собственника юридического бизнеса. Я никогда не был маркетингом. Все, что я приобрел, те знания, это лишь некое вдохновение и то, чем я болею, то, чем я всегда занимаюсь, то, что меня вдохновляет на новые поступки, на новые тесты, на новые результаты в бизнесе. Я просто фанатею от диджитал-маркетинга. Еще раз подчеркну, что вот этот фанатизм мой на уровне постоянного изучения, получения этих знаний, он позволил привести компанию сегодня в номер один в нише курса и тренинга для юристов на территории Украины. Мы масштабируемся активно сейчас и на другие страны. И, конечно же, роль моя как юриста и опыт мой как юриста, несомненно, здесь играет огромную роль. Потому что это то, что прививается с ВУЗа еще, когда мы понимаем, что юрист – это тот человек, который постоянно находится в процессе изучения. И в один прекрасный момент я понял, что мне не столь так интересна юриспруденция, как больше интересен диджитал-маркетинг. Но вот основы, которые я получил в ВУЗе, основы, которые я получил как практикующий юрист, как собственник юридического бизнеса, когда мы должны постоянно держать руку на пульсе, на уровне изменения законодательства, это привело к тому, что я каждый день занимаюсь изучением вопросов диджитал-маркетинга. Каждый день. При этом я трачу на это по три, по четыре часа. И сегодня хочется дать вам только рабочие инструменты, те инструменты, которые вы можете применять, в частности, по развитию практики инвестиционного права. Итак, друзья, будем продолжать. Ясно, что революция уже началась, и выживут только те, кто будут активно использовать современные технологии. Мы видим примеры локдауна, что юристы очень активно начали выходить в онлайн-пространство, изучать различные стриминговые платформы, будь то прямые эфиры в Фейсбуке, на Ютуб-канале, использование зума и так далее и тому подобное. Это яркий пример того, что нам приходится, юристам сегодня, использовать современные технологии, потому что это, по сути, вынужденная необходимость. И если мы не будем это делать, мы просто вымрем, как динозавры. Что такое интернет-маркетинг, диджитал-маркетинг? Ясно, что это разрушение старых бизнес-моделей, и на смену именно стандартным каким-то юридическим решениям уже приходит Legal Tech решение. Это, наверное, отдельный пласт, и по нему можно читать, по Legal Tech, ну, наверное, можно даже делать курс огромный, и порядка 100 часов, я думаю, будет мало для того, чтобы изучить направление только Legal Tech. Но, тем не менее, сегодня есть решение, в нашей компании тоже есть одно из решений, это Legal Tech проект, который называется Chatbot, клуб юристов, где юристы могут находить себе юридическую работу, а работодатели могут находить себе юристов в компанию. При этом, конечно же, мы активно используем это Legal Tech решение на уровне Telegram-бота, то есть это чат, который позволяет вам найти работу. Мы его также используем для продажи своих курсов. И это не что иное, как Legal Tech решение. Категории Legal Tech решений могут быть на уровне решений для юристов, когда они решают проблемы внутри юридической фирмы или решают какие-то вопросы для юристов, это создание всеразличных платформ по поиску клиентов, либо конкретное решение для клиентов, когда Legal Tech решение, по сути, может решать уже проблему клиента. Клиента и таких примеров очень много. Например, тот же самый PatentBot по регистрации торговых марок, который взял гранты и так далее. Это яркий пример, когда Legal Tech решает проблему непосредственно клиенту. Не буду останавливаться на слайде перспективы внедрения Legal Tech. Еще раз подчеркну, что это отдельное направление, и сегодня мы все же говорим о диджитал-маркетинге и интернет-маркетинге как способе постоянного привлечения клиента в ваш юридический бизнес. Про Legal Tech посмотрите уже в видео. Все понятно, но где здесь я? Нужно понимать, что для нас всех уже наступила new low era, и мы говорим о полной диджитализации в юридическом бизнесе. Когда мы говорим о том, с чего начать, я бы начинал с вопроса управления, с вопросов маркетинга и продаж. Это три таких кита, с чего бы я настоятельно рекомендовал бы вам начать диджитализацию в своей юридической компании. Если мы говорим об управлении, конечно же, несомненно, это использование различных ERP-систем, внедрение CRM-системы, внедрение систем, которые позволяют качественно работать над проектами на минимальном уровне. Поверьте, если у вас в команде 2-3 юриста, даже если вы один юрист, частно практикующий адвокат, ставьте для себя программы, которые позволяют вам работать с проектами. Яркие примеры – это Trello. После Trello, к примеру, Академия сейчас полностью перешла работать в Discord. Это каналы коммуникации, где мы имеем чаты по различным подразделениям, потому что сейчас в Академии консалтингового бизнеса для вас работают порядка 40 человек. Это довольно большой штат для того, чтобы постоянно генерировать для вас и выдавать те курсы, востребованные курсы. И, конечно же, коммуникация со всеми подразделениями, она вся происходит дистанционно. Да, у нас есть офис, да, мы находимся здесь, но, поверьте, в офис я прихожу только для того, чтобы использовать студию. В офис приходят ребята, которые находятся в отделе продаж. Все остальные сотрудники, они работают удаленно. И, возможно, как я уже слышал, в этом году нас всех тоже ждет локдаун. Поэтому ваша юридическая компания должна быть готова к решениям, диджитал, цифровым решением о цифровке вашего бизнеса на уровне управления, управления в юридическом бизнесе. Хотя мы больше сегодня говорим о диджитал-маркетинге, но я бы акцентировал ваше внимание на этих вещах, что на уровне управления внутри юридической компании вы должны учиться использовать современные технологии работы над проектами. Это может быть программа Bittrex, я уже сказал, да. Это может быть, например, другая какая-то CRM-система. Это может быть более легкая какая-то программа по типу Trello, в которой вы можете работать над проектами и коммуницировать с командой, ставить задачи друг к другу. Это, несомненно, Zoom и другие современные технологии. Тут вы уже выбираете для себя. В нашей компании это какая-то постоянная трансформация. Маркетинг. О нем будем говорить много сегодня, и мы затронем пять столпов интернет-маркетинга, о которых должен знать каждый современный юрист. Ну и, конечно же, продажи. Оцифровизация каждого клиента, создание карточки клиента в вашем юридическом бизнесе и постановка задач тому юристу, который работает, да, с этим клиентом. То есть мы говорим о том, что есть системы управления проектами, и это вот первое направление, да, которое относится к управлению. Мы также говорим о том, что есть CRM-системы. CRM-система от английского, да, сокращенно это Customer Relationship Management. То есть это система построения взаимоотношений с клиентами. И она больше относится к вопросу продаж. Очень важно, чтобы вы это понимали и не путали, да, потому что юристы часто путают и говорят о том, что CRM-система – это система, которая вот нужна для управления бизнесом. Нет, это не так. CRM-система – это лишь часть того, что должно быть в вашем бизнесе, и она относится исключительно к вопросам продаж. Я буду делать демонстрацию экрана, и мы посмотрим, как это и выглядит в Академии консалтингового бизнеса. К чему я веду? Я веду к тому, что на самом деле есть технические и технологические решения для юридических компаний. Например, тот же самый Bittrex, он вполне является и системой, в которой можно вести проекты, да, то есть управлять проектами. И он же содержит в себе часть вот этого технологического решения по вопросам продаж, да. Поэтому продажи также должны быть диджитализированы в юридическом бизнесе. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что у вас может быть подключена IP-телефония, записи всех разговоров ваших юристов записываются. Опять же, это зависит от того, какая ваша компания, какие практики. Да, то есть если мы говорим о том, что ваша компания создана по типу процедуры, рекомендую настоятельно почитать классика Дэвида Майстера, управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги, записывайте себе этих авторов, то это компании, которые занимаются процедурными проектами. Например, регистрация предприятий, ликвидация предприятий, регистрация торговых марок, да. То есть это компания по типу процедуры. И вполне возможно, что запуская рекламную кампанию, у вас и вы можете научить фактически любого юриста правильно коммуницировать с клиентом и делать продажи. И для этого записываются разговоры, для этого прописываются скрипты, модули общения с клиентом, обучается ваш персонал в отделе продаж. Если вы не верите в продажи, в продажи, активные продажи, да, в юридическом бизнесе, но это лишь ваши проблемы и ваше видение для того, чтобы подтвердить, что это не так, и переубедить вас, ну, наверное, следовало бы вам посмотреть Legal Talks с Александром Кузнецовым. Это ученик из Legal Pro. Мы сняли с ним выпуск. Саша попал в передачу Big Money к Евгению Черняку. И Саша внедрил все эти технологии, которым я его обучал. То есть он построил отдел продаж, причем это Николаевская юридическая компания. Юридическая фирма называется Armada. И он с этой юридической фирмой попал в передачу Big Money. Вы можете вбить в YouTube Александр Кузнецов, Armada, Big Money, Черняк, и вы увидите интервью непосредственно с Черняком. Ну и также у нас на YouTube-канале Академии консалтингового бизнеса есть интервью с Александром Кузнецовым, который я уже сделал после того, как он попал в Big Money, потому что это интересно. У меня есть целая рубрика. Это юридические разговоры о юридическом бизнесе с собственниками, с управляющими партнерами. Там сейчас порядка 30 выпусков, поэтому смотрите их с удовольствием. Я продолжаю это делать, продолжаю снимать в силу наличия своего свободного времени и так далее, и тому подобное. Поэтому рекомендую. Если можно, Максим, включить кондиционер, потому что от ламп немножко мне жарковато. Извините, ребята, чувствую, что просто немножко жарко. Как вам слышно, видно, все окей, движемся дальше? Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимал, что информация, о которой я вам сейчас говорю, она вам интересна, потому что дальше будет еще жарче, еще сложнее. Будьте уверены, у вас будет закипать мозг. Поэтому моя задача постараться вам максимально как-то подать материал, чтобы вы все-таки смогли его осознать. Я понимаю, что это крайне сложно, но тем не менее. Как-то отреагируйте, пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я понимал, что мы можем двигаться дальше. Окей, диджитал-технолог – это профессия будущего. Несомненно, то, о чем я говорю, моя профессия – это та профессия, за которую готовы платить хорошие деньги. Я действительно веду не только юридические компании, ко мне обращаются разные бизнесы по вопросам интернет-маргетинга. Вот последний кейс, который мы ведем, сейчас это большая компания, которая занимается продажей майнинговых ферм. Тоже по рекомендации. Меня порекомендовали юристы. И, конечно же, это очень интересно. Вот этот вот слайд очень важный, на нем крайне важно остановиться. Этот слайд относится к понятию обратной пирамиды потенциальных клиентов. Почему я стараюсь его дать непосредственно вначале? Потому что вы поймете, как потом происходит работа с вашей базой клиентов. Более детально посмотреть… Это не я придумал обратную пирамиду потенциальных клиентов. Придумал Джей Абрахам. Это американский маркетолог. Поэтому можете посмотреть тоже его мастер-классы. Они находятся в открытом доступе в интернете, на ютубе. И он придумал такое понятие, как обратная пирамида потенциальных клиентов. Дело в том, что в интернете, в принципе, как и в жизни, есть всегда 1% тех людей, которые готовы заказать вашу услугу здесь и сейчас. Часто бывает так, что поступает звонок в юридическую компанию, вы поднимаете трубку, консультируете человека. Он говорит, да, мне всё понятно, я готов платить деньги. То есть куда платить и так далее. Или он приходит, буквально 2-3 минуты, вы с ним поговорили, пообщались, и он готов заказывать у вас услугу. Есть 5%, которые не мотивированы заказать прямо сейчас по разным причинам. Возможно, не ярко выраженная проблема. Возможно, человек просто хочет получить консультацию на будущее. И таких людей находится 5%, в частности, в интернете. 63-64% — это самый большой пласт, это те люди, которые купят, но не сейчас. Возможно, у них нет денег. Возможно, также у них, их проблема не ярко выражена. То есть их что-то беспокоит, но это может подождать. И они стараются получить какие-то ответы на свои вопросы, но не готовы сейчас прямо к обращению в юридическую компанию. И есть 30%, которые никогда не купят по разным причинам. Возможно, не устраивает цена, возможно, не устраивает вы их как адвокат, консультант, как личность. Но этот слайд крайне важный. Почему? Потому что дальше мы будем говорить о том, как он влияет на работу с базой. Потому что вот этот кружок, основные усилия, он ярко показывает, что мы делаем в интернет-маркетинге, куда мы должны прилагать свои усилия. И основные усилия мы всегда стараемся приложить на вот эти вот 5% и 63-64%. На тех, кто не мотивирован заказать услугу прямо сейчас. И на тех, кто купит, но не сейчас, то есть купят попозже. И это вот лежит все в плоскости вашего транслирования экспертности конкретно для этих людей. То есть мы постоянно должны их подогревать. И так происходит в Академии консалтингового бизнеса. Если вы как-то с нами провзаимодействовали, прокоммуницировали на разных уровнях и на разных площадках, мы постоянно стараемся вас подогревать. Об этом мы поговорим еще дальше, немножко подробнее. Непосредственно теперь 5 столпов интернет-маркетинга, о которых должен знать каждый современный юрист для того, чтобы создать полноценное интернет-представительство своего юридического бизнеса и регулярно получать заказы. Первое. Это стратегия плюс проектирование юрбиза. Очевидно, что без понимания того, кто мы, зачем мы, какую практику мы предоставляем, нет смысла вообще уходить в интернет. Абсолютно нет. Поэтому это крайне важный аспект. Там ему уделяется, наверное, в семичасовом мастер-классе, ну, может, часа 2-3. Мы постараемся пробежаться по каким-то слайдам, потому что они относятся в целом к общим каким-то вещам, но они настолько важны для проработки глубины вашего представительства в интернете, что я все-таки остановился бы на каких-то слайдах, и мы их немножко глубже проработали. То есть стратегия плюс проектирование выхода вашего юридического бизнеса в интернет-пространство. Следующий, второй столб, это веб-ресурсы. Веб-ресурсы это то, как и где вы будете представлены. То есть мы говорим о том, что классическими веб-ресурсами для юридических фирм являются, например, корпоративный сайт, а также страницы захвата, созданные по технологии лендинг-пэдж, так называемые одностраничные сайты, которые позволяют точечно по конкретной практике даже дробить эту практику на такие поднаправления и получать клиентов конкретно в очень узких ключевых запросах. Может быть, сложно сказал, но я постараюсь объяснить сейчас на примере. Скажем, у нас есть практика ликвидации предприятия. В практике ликвидации предприятия у нас есть несколько направлений. Это может быть ликвидация по решению собственника, это может быть банкротство, ликвидация, так называемая словно экспресс-ликвидация. Все юристы знают, что это не экспресс-ликвидация, но называют таким вот образом. И можно создавать в практике банкротства-ликвидации отдельно страницы захвата, созданные по технологии лендинг-пэдж под конкретные услуги. Например, заниматься и таргетироваться только на тех людей, которым интересно экспресс-ликвидация. И для этого мы прорабатываем глубоко аватар клиента, целевую аудиторию. Пытаемся понять, а кто наш клиент, кто этот человек. То есть мы фокусируемся не только на уникальном торговом предложении, когда мы пытаемся отстроиться от конкурентов, но мы также должны фокусироваться на глубинных проблемах нашего клиента, работая с аватаром клиента. В интернет-маркетинге есть такое понятие аватар клиента. Пожалуйста, посмотрите, загуглите, чтобы вы понимали, что это такое. И это очень важно делать, потому что, к примеру, у нас в юридическом бизнесе раньше мы предоставляли такую услугу, и нашим клиентом был Василий Петрович, которому 41-45 лет ездит на Мерседесе S-класса, обедает в ресторанах, у него двое детей, жена, он путешествует, отдыхает. и его проблема, его боль, это 212-205 статья Уголовного кодекса, когда он переживает о том, что может по этим статьям попасть под уголовную ответственность. И вот эта проработка аватара позволяет нам качественно создать лендинг для того, чтобы проработать боли клиента. И это очень важно. И тогда мы четко понимаем, кто наш клиент, почему он к нам приходит и с какими запросами. Также мы будем понимать, что ему предложить еще, помимо экспресс-ликвидации. Возможно, создание нового юридического лица, возможно, билеты в другую страну. Неважно, к примеру, я люблю шутить по этому поводу, но тем не менее. То есть в целом мы говорим о классических двух направлениях. Это корпоративный сайт и страница захвата по технологии лендинг-пэдж. Постараемся чуть глубже об этом поговорить и понять, в чем разница. Но к веб-ресурсам можно отнести различные также платформы, на которых вы представлены. Это может быть ресурс-протокол, это может быть фрилойер какой-то ресурс. Там, где вы пытаетесь получить клиентов, там, где вы размещаете информацию, даже OLX вполне. Это тоже все может быть веб-ресурсами. Третий столб интернет-маркетинга это трафик. Трафик бывает платный и трафик бывает бесплатный. Это все несложно, но важно понимать, как мы запускаем этот трафик, какие инструменты мы используем, какие существуют классические типы платного трафика, как можно грамотно работать с бесплатным трафиком и отслеживать результаты. Потому что диджитал-маркетинг позволяет нам все максимально измерить и понять, какой канал в трафике дал максимальный результат. И об этом мы тоже будем с вами говорить. Е-мейл-маркетинг сюда же это четвертый столб. Е-мейл-маркетинг плюс я бы сюда добавил сейчас чат-боты. Это тренды, это то, что работает. Я буду показывать демонстрацию экрана, как это выглядит у нас, чтобы вы понимали, что Академия консалтингового бизнеса это беспощадная диджитал-машина, которая всегда и везде вас дохонит и предложит курсы. И у вас просто не будет шанса их не купить. Я говорю это абсолютно откровенно. Может быть, к сожалению для вас, но к большому великому счастью для нашего бизнеса. так устроен диджитал, так мы работаем именно с вот этой обратной пирамидой потенциальных клиентов. И, конечно же, CRM-система, система построения взаимоотношений с клиентами. Поэтому мы постараемся сегодня на конкретных примерах со всем этим разобраться. Я надеюсь, что ресурса времени хватит. Если не хватит, ссылка есть на 7-часовой мастер-класс в чате. Пожалуйста, сохраните себе и потом сможете повторить все эти вещи. Итак, движемся дальше. Стратегия плюс проектирование юридического бизнеса. Ну, слайд такой, простой, понятный, горькая правда о стратегическом планировании. Юридические компании и юристы, партнеры юридического бизнеса очень любят строить планы, но, к сожалению, не любят их реализовывать. Не буду останавливаться, мы пойдем дальше. Посмотрите, что такое бизнес-модель, что это такое, почему это должно быть в вашем юридическом бизнесе. То есть, мы готовимся не просто к выходу в интернет, а еще пытаемся понять основные аспекты того, кто мы, где мы находимся, как юридический бизнес. Поэтому существует несколько типов юридических компаний, которые влияют на рынок. Это глобальные какие-то даже международные гиганты с международными брендами. Есть национальные лидеры, есть национальные бутики с мировым именем в конкретных каких-то практиках. И есть локальные национальные премиальные бутики, которые, например, занимаются только регистрацией торговых марок, только банкротством и ликвидацией. То есть, это бутиковая компания. И очень важно понимать и принимать себя в этой системе координат. Поэтому важно прямо сейчас записать четыре главных вопроса, на которые вы должны дать ответы для того, чтобы выйти в интернет. Кто мы такие и почему мы именно такие? Это первый вопрос. Второй вопрос. Наша миссия, визия и ценности. Что мы делаем и почему мы это делаем? Третий вопрос. Стратегический анализ. Какие ключевые проблемы стоят перед нами на текущем этапе развития и какие задачи мы решаем в данный момент? И последний четвертый вопрос. Формулировка стратегии. Как и за счет чего мы можем победить в конкурентной борьбе? На эти вопросы крайне важно ответить, потому что если мы готовим свой корпоративный сайт, это крайне существенно поможет вам подойти к его описанию, разместить там вашу визию, миссию, постараться проработать уникальное торговое предложение, то есть отстроиться от конкурентов, понять чем вы отличаетесь от них и также более глубоко понять ваш аватар клиента, вашу целевую аудиторию. Поэтому крайне важно мы сейчас говорим о первом столпе интернет-маркетинга это стратегия плюс проектирование выхода. Работайте над этими вопросами, это очень вам поможет в получении клиентов через интернет. Я рекомендую отдельно ознакомиться с моделью анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера. Сложная схема, сложная презентация, все посмотрите в видео, которое я дал. Сейчас не хочу на этом останавливаться, потому что это все относится к проработке больше тех вещей, которые да, влияют косвенно на диджитал маркетинг, но это все-таки внутри компании то, что вы должны сделать для себя. Свод анализ также простой, понятный способ, с ним нужно поработать. Есть понятие матрицы свод анализа, то есть нужно понимать свои сильные стороны вашей конкретно не не только компании, но я бы работал даже над практикой. Тот пример, который я привел, мы можем поработать на уровне матрицы свод анализа на уровне всей юридической фирмы, проработав слабые и сильные стороны нашей возможности и нашей угрозы. Потом мы можем взять практику ликвидация предприятия, также проработать слабые и сильные стороны нашей практики возможности и так далее. И в практике ликвидация предприятия проработать еще вот эти вот направления. Банкротство по решению собственника, банкротство там санация или к примеру банкротство предприятия как таковое экспресс-ликвидация компании, к примеру. Поэтому рекомендовал бы прорабатывать и брать этот инструмент за основу, потому что он четко поможет вам понять ваши слабые и сильные стороны, угрозы, ваши возможности в той или иной практике в компании в целом. Важный слайд относится к тому, что многие в интернете пытаются продавать услуги или товары. Я же говорю, что юрист это тот, который должен продавать экспертность. Иногда это имеет место, но в конкретных простых практиках. Когда ваша компания построена по типу процедуры. Что такое процедуры? Еще раз говорю, почитайте. У Дэвида Майстера есть три типа юридических фирм. Это компания по типу процедуры, компания по типу мозги и компания по типу седина. Очень важно понимать, что в этой связи он говорит много о соотношении младшего и старшего персонала, так называемый leverage. и есть несколько видео на ютуб канале на моем который я читаю, они с хештегом юрбис большими буквами такой вот решеточку на ютубе пишите решеточку и пишите юрбис. Там вы найдете несколько пояснений, я там рассказываю, порядка четырех-пяти видео есть на эту тему. Но именно он да как бы дает понимание того, какого типа должна быть ваша юридическая компания в зависимости от того, какие практики у вас есть. То есть если это практика регистрации компании, то очевидно, что вам не нужны сильные эксперты, вам нужны многие люди, которые будут бегать, принеси, подай, то есть это простая процедурная работа. И тогда мы говорим, что соотношение младшего персонала к старшему не должно быть слишком высоким, у вас не должно быть много партнеров, у вас может быть один-два партнера, все остальные это просто сотрудники, обычные юристы, их должно быть много, потому что они выполняют процедурную работу, там не нужны какие-то мозги, не нужен какой-то опыт, да, на уровне седина, то есть возьмите нас, потому что мы самые опытные в этом. Поэтому важно понимать, что есть практики, в которых мы можем быстро сделать страницу захвата по технологии лендинг-пэйдж, так называемый одностраничный сайт, даже без сайта можно запустить рекламу в фейсбуке на лид-форму, получать заказы и не транслировать свою экспертность, потому что это то, что может продаваться как горячие пирожки, простая, понятная юридическая услуга, регистрация предприятия, все, ну что там, что там не ясно, у меня возник запрос, я вбил там в гугл или в ленте увидел фейсбука, оставил заявку, со мной связались и здесь все понятно, правильно задали вопросы, я оценил уровень экспертности и обратился в вашу компанию, но есть и другие практики, в которых крайне сложно получать клиента таким образом, и вот здесь важно понимать, что юрист должен продавать свою экспертность на уровне контент-плана, и контент-план и сам контент, он должен быть разный, абсолютно разный, от статей в специализированных изданиях до ведения своего ютуб-канала, и это то, с чем мы сталкиваемся как диджитал-маркетологи, когда приходим продвигать практику, например, слияния и поглощения, когда мы приходим продвигать какую-то практику в сфере налоговых консультаций, каких-то оптимизаций, открытия бизнеса, международного структурирования, IT-права, то есть невозможно там просто создать какую-то страницу захвата, запустить рекламу и начать получать клиентов, вы просто сольете бюджет, то есть вам нужно нарабатывать вот эту аудиторию, вот эти 5%, 63-64%, которые не готовы купить сейчас, которые купят, но потом, и создавать вокруг себя аудиторию, которая будет вас слушать постоянно как эксперта и в случае возникновения вопроса эта аудитория будет обращаться к вам. Почему? Потому что она знает, что вы эксперт, вы постоянно об этом говорите. и мы постараемся найти какие-то варианты. Напомните мне, вот можно посмотреть Елена Бабич, YouTube канал по медицинскому праву медицинский адвокат. Прекраснейший эксперт, которая сама ведет свой YouTube канал и которая регулярно на постоянной основе получает заказы. Обслуживает исключительно медицинские учреждения, то есть у нее даже позиция. у нас есть выпуск с Еленой Бабич, его также можно посмотреть на YouTube канале Академии. Рекомендую, настоятельно рекомендую. Поэтому важно понимать, что побеждает тот, кто лучше обучает. И здесь немножко хотелось бы поговорить о том, как вы можете делать это внутри своей юридической компании. Первое, важно понимать, что если мы говорим о регулярной выдаче контента, то я бы рекомендовал внутри компании организовывать внутренние семинары. Почему это важно и что это дает? Во-первых, мы все-таки пытаемся регулярно создавать контент, и ваши внутренние семинары, мы, например, проводили каждую пятницу на 8 утра в юридической фирме. Присутствовали младшие, старшие юристы, партнеры юридической компании. Как правило, выступали младшие юристы, но после выступления мы давали им задачу писать материал, писать статью для корпоративного сайта. Причем важно понимать, что статья пишется не просто так. То есть, если мы приняли за основу развивать практику ликвидации предприятия, то мы готовим все наши выступления, юристы готовят темы, связанные именно с ликвидацией предприятия, банкротством, санацией. Для чего мы это делаем? Потому что на уровне диджитал маркетинга прорабатываются ключевые поисковые слова, по которым мы можем попасть в топ-10 органической выдачи Google. Это так называемая SEO-оптимизация. Когда мы имеем корпоративный сайт, корпоративный сайт относится к понятию накопительной маркетинговой стратегии. Для того, чтобы грамотно работать с корпоративным сайтом, не просто создать его как сайт-визитку, он у вас будет висеть. На нем должен быть блок. И как минимум на этом блоге вы должны регулярно писать статьи. Хорошо, если вы сможете выдавать одну-две статьи в день. Это будет идеально. Если вы сможете выдавать три статьи в неделю, тоже будет прекрасно. Но важно понимать, что эти статьи не выдаются просто так. Это целая стратегия. Внутри юридической фирмы организовываются внутренние семинары, выступают юристы. Мы понимаем, кто из них качественно готовится, кто способен писать статьи. Мы видим там, что у кого-то есть амбиции, кто-то готов развивать эту практику. Возможно, этот юрист в будущем станет руководителем практики. Мы видим, кто из юристов халатно относится, и возможно, такие люди могут вообще покинуть компанию. Мы видим также, кто является полным интровертом и не готов к публичным выступлениям. бизнесе они будут просто сидеть что-то и делать, писать какие-то исковые заявления, работать с договорами, в зависимости от типа. Решение проводить внутренние семинары в компании дает вам колоссальное преимущество. Поэтому я настоятельно рекомендую, чтобы вы это внедряли у себя в компании. Почему? Потому что после того, как человек выступает, у нас появляется задача, и он пишет статью на эту тему. Но пишет ее не просто так, а он пишет ее с включением туда ключевых слов и ключевых запросов. Например, ликвидация предприятия в Киеве. Должно быть три вхождения в статью. Статья должна быть минимум на 1500 символов. Три раза ключевое слово ликвидация предприятия в Киеве должно быть. Либо ликвидация фирмы. Потому что люди в интернете могут искать запросы ликвидации компании по-разному. Кто-то пишет ликвидация ООО, кто-то пишет ликвидация фирмы, кто-то пишет ликвидация предприятия. Это все ключевые слова, по которым должно быть написано очень много статей, которые будут иметь ключевой запрос в виде гиперссылки, ведущей конкретно уже на страницу продажи, где человек может оставить заявку и обратиться в вашу компанию или позвонить вам. Это довольно сложная система. Подробно я об этом рассказываю в этом обучают. Вы обучаете юристов внутри компании с целью выдачи и тренировки их к регулярной выдаче контента. И вы побеждаете, потому что вы создаете вот этот контент-маркетинг. Вы обучаете своих клиентов, как с вами взаимодействовать и как к вам обращаться. Поэтому существует таких пять направлений развития вашей экспертности в интернете. То есть наличие практики конкретной, проработка аватара клиента, то, о чем мы немножко уже поговорили. План создания контента, то есть когда мы говорим о том, что после семинара у вас появляется целая таблица Excel, где ребята готовят эти статьи и потом появляется еще план размещения. То есть когда, где мы их размещаем. Инструменты продвижения платные, бесплатные и, конечно же, уже продажи. То есть все это называется накопительная маркетинговая стратегия. То, что я рекомендую вам использовать. Роли могут быть разные. В интернете можно себя позиционировать как эксперт, например, частно практикующий адвокат, как эксперт конкретной практики. Я один, то, что делаю я, например, веду свой YouTube-канал и говорю о том, что я специализируюсь на диджитал-маркетинге, на вопросах управления и так далее. Можно позиционировать себя как управляющий партнер, представлять интересы юридической фирмы в целом и также вести какую-то практику, сообщать, что я практикую в сфере интеллектуального права. Но при этом я еще собственник бизнеса, управляющий партнер. Ну и собственник бизнеса, он может пиарить только юридическую фирму. То есть это зависит от того типа характера, которым вы владеете. Если вы экстраверт, возможно, вам подойдет эксперт или управляющий партнер. интроверт собственник. То есть вы не публичная личность, вам это неинтересно. Тогда вы можете заниматься активным пиаром непосредственно юридической фирмы. К примеру. Три ключевых вопроса не будем рассматривать. Какую практику развивать, это тоже посмотрите более подробно. Не хочу на этом останавливаться. Давайте двигаться дальше. Что нужно делать при определении практики. Эти все слайды хороши, но нет ресурса времени на них останавливаться. Потому что впереди ждет демонстрация экрана и сложные вещи, с которыми вам придется работать. По структуре фирмы мы немножко поговорили с вами. Читаем Давида Майстера. Это то, что вам точно поможет разобраться с тем, какого типа ваша юридическая компания. Пропускаем эти слайды. Наши активы, наши люди, клиентский рынок, рычаг мы немножко поговорили. Три типа работ для клиента, седина, процедуры. Может быть здесь остановимся. Юридические фирмы по типу мозги несут следующий посыл. Наймите нас, потому что мы самые умные. Это разработка новых направлений и практик. Лоббирование интересов, участие в законодательной творческой деятельности, создание новых рынков, изменение законодательства. То есть это категория юридических компаний, в которых и которым на самом деле не нужно много младшего персонала. То есть они настолько находятся в высоких материях, что у них соотношение старшего персонала, старших партнеров к младшему, оно крайне маленькое. Дальше седина. Наймите нас, мы давно этим занимаемся. Merchure and acquisition, due diligence, строительное право, представительство в суде, налоговое право. Потому что есть большой опыт. Пожалуйста, обращайтесь к нам, потому что у нас опыт огромный в этом направлении. Ну и процедуры, наймите нас, потому что мы всегда готовы, мы всегда эффективны. Регистрация СПД, торговых марок, получение лицензии и тому подобное. Вот это нужно понимать, потому что иногда может быть так, что у вас будет излишний процедурный проект. У вас штат имеющийся 4 партнера, а на самом деле требуемые, то есть вам нужно меньше партнеров и больше простых юристов. Ну к примеру. Это тоже не будем останавливаться. Вот по работе с аватаром клиента что бы я рекомендовал? То есть мы по чуть-чуть все-таки подходим к интернету. Я понимаю, что возможно сейчас немного информации про интернет-маркетинг, но она будет, поверьте. Просто если мы говорим о первом столпе интернет-маркетинга, вы не сможете качественно и грамотно быть представлены в интернете, если вы не проработаете вот этот первый столб. Стратегия плюс проектирование присутствия в интернете. А для того, чтобы это сделать, вам нужно четко разобраться и понять, кто вы, какова ваша юридическая компания. И в этой связи очень много тех вопросов, которые казалось бы не относятся к интернет-маркетингу, но без которых туда выйти просто невозможно. Потому что вы будете как слепые котята, вы будете что-то пробовать, что-то пытаться, но на самом деле не понимая глубины того, кто вы, зачем вы, как вы победите в конкурентной борьбе, это все будет вам только усложнять путь к успеху. И уже подбираясь непосредственно к интернету, мы говорим о том, что впереди нас ждет второй столб интернет-маркетинга, это наличие веб-ресурсов. Конечно же, я настоятельно рекомендую сделать анализ сайтов причем анализ нужно сделать так, что вы создаете таблицу в Excel, выписываете 10 плюсов, выписываете 10 минусов по каждому юридическому сайту для того, чтобы понять, что вы возьмете, что вы точно не возьмете, потому что это полный бред, и как вы сможете трансформировать то, что вам понравилось под себя. То есть, это называется проработка уникального торгового предложения, простое отстраивание от конкурентов, то есть, подготовка УТП. И потом вас ждет разработка убедительного продающего предложения, когда мы уже работаем над аватаром клиента. Работа с аватаром клиента в интернете, то есть, юридический бизнес это решение проблемы клиента за деньги, в принципе, как и каждый бизнес. И если мы говорим именно об аватаре, то здесь важно ответить на следующий вопрос, как мы понимаем нашего клиента. Причем, здесь крайне важно понимать, что аватар это не юридическое лицо, не компания, в которой вы будете оказывать юридические услуги. Аватар это всегда то лицо, которое либо принимает решение, либо влияет на принятие решения. То есть, это всегда физическое лицо, это человек, который может повлиять на заказ юридической услуги в вашей компании, либо тот, который непосредственно принимает решение о заказе в ваши юридические услуги. Поэтому очень важно, чтобы вы при проработке аватара клиента не путали эти понятия. Нет смысла прорабатывать аватар клиента для юридического лица. Это абсолютно бессмысленно. Его необходимо прорабатывать конкретно под физическое лицо, которое находится в этом юридическом лице. Скажем, директор, генеральный директор. Скажем, в практике по налоговому праву это будет лицо, влияющее на принятие решения, и это будет главный бухгалтер или бухгалтер в компании. Всё очень просто. Поэтому нам нужно чётко описать, как мы понимаем нашего аватара. Это лицо, принимающее решение, или это лицо, влияющее на принятие решения. Какие страхи у моего клиента, и чего он хочет избежать в моей практике. Почему решение этой трудности, избавление от страхов, важно для моего клиента. Чего мой клиент хочет достичь. Почему для него это важно. Вот это вот важно проработать, ответить на эти вопросы. Тогда мы понимаем, что проработав наших конкурентов, даже на уровне наличия корпоративного сайта, мы постараемся создать убедительное, точнее уникальное торговое предложение. То есть постараемся отстроиться от конкурентов так, чтобы мы отличались. Айдентика, логотип, услуги, описание, всё это относится к именно такой отстройке. И потом прорабатываем убедительное продающее предложение, прорабатывая аватар клиента. В результате у нас получается накопительная маркетинговая стратегия, которая выходит именно за счёт того, что мы принимаем внутренние решения в компании, о том, что мы занимаемся контент-планом и занимаемся регулярной выдачей контента, хотя бы на уровне написания статей. Потому что после статей у вас может быть инфографика, после инфографики у вас могут быть какие-то прямые трансляции, вебинары, и потом в результате вы придёте к YouTube-каналу. И в совокупности мы получим окончательное стратегическое позиционирование вашей юридической компании. Поэтому ещё раз анализ конкурентов в интернете. Смотрим 10 плюсов, 10 минусов. Смотрим, как выглядит адрес сайта, смотрим на дизайн сайта, смотрим на юзабилити сайта, смотрим на наличие уникального торгового предложения или также как проработан аватар на сайте. Стоимость юридических услуг. Для этого оставляем заявочку, обращаемся в эту юридическую компанию, притворяемся клиентам, слушаем, как с нами общаются. И дальше стараемся проработать ещё вопросы апсела, кроссела и проработать те виды услуг, которые имело бы смысл взять себе. Смотрим на то, как представлена компания, использует ли она рекламу в Google, Яндекс или в Фейсбуке, как ведёт страницу в социальной сети. Ну и сервис нужно сделать заказ. Отдельно, если непонятны слова, upsell, crosssell и ещё есть понятие downsell. Это когда мы можем клиенту предложить что-то дороже. То есть обратился к нам, к примеру, клиент по вопросу ликвидации предприятия, мы продали ему экспресс-ликвидацию, но при этом забыли у него спросить, на самом деле может ему нужен какой-то консалтинг и абонентское обслуживание, где он будет ежемесячно платить вам. То есть это уже будет upsell. То есть мы ему фактически продали ещё услугу дороже, мы теперь получаем ежемесячно от него оплату, и это называется upsell. Crosssell это когда мы предлагаем что-то равное, то есть заказал он там, скажем, ликвидацию предприятия и заказал ещё регистрацию нового юридического лица. Это вот классический пример будет crosssell. Downsell это когда мы ему что-то предложили более дешевле. Заказал ликвидацию предприятия, ну и, я не знаю, обратился по вопросу консультации по наследственному праву, к примеру, заплатил какие-то тысячи гривен ещё. То есть нужно при общении с клиентом стараться понимать его потребности, кто он, чем он занимается, и не забывать о том, что мы можем делать для него upsell, crosssell, downsell и так далее и тому подобное. Вот это то, с чего я рекомендовал бы начинать. И если говорить уже о также digital на уровне SEO-оптимизации вашего корпоративного сайта, то, ну, наверное, лучше всего будет обратиться к SEO-экспертам, к SEO-специалистам, которые занимаются SEO-оптимизацией сайта, для того, чтобы вы могли в поисковой выдаче Google находиться на первой позиции. Ну, или не на первой, скажем, попасть хотя бы в топ-10, находиться на первой странице поисковой выдачи Google. Поэтому одно дело сделать корпоративный сайт, а второе дело заняться качественной SEO-оптимизацией. Честно скажу, я не занимаюсь SEO-оптимизацией, есть эксперты, с которыми я работаю, но тем не менее какие-то вещи мы можем тоже делать самостоятельно. И мы можем использовать, например, аналитику Google, через инструмент, например, Google AdWords, можно подобрать ключевые запросы и понять, а сколько же людей в интернете ищет регистрация фирмы в месяц, регистрация ООО и регистрация предприятий. То есть мы увидим, что кто-то ищет регистрация фирмы, это будет тысяча запросов в месяц, регистрация ООО может две, там регистрация предприятия 3000, да. Но нам нужно по каждым этим ключевым запросам попадать в органическую выдачу Google, да. И для этого нам нужно проработать семантическое ядро нашего сайта. После того, как оно будет проработано, тогда мы уже переходим к созданию контента на уровне внедрения в компании, внутренних семинаров, потому что таким образом мы обучаем молодой персонал, взращивая из них экспертов. Второе, мы получаем тот самый необходимый контент на уровне регулярных статей, необходимых для того, чтобы вот эти конкретные ключевые слова мы уже продвигали в органической выдаче Google и также размещали их на нашей страничке в Facebook, запускали там рекламу, продвижение постов, об этом мы тоже поговорим. Окей, вот мы подошли к веб-ресурсам, то есть первый столб интернет-маркетинга, маркетинга, стратегия проектирования мы с вами освоили. Теперь давайте поговорим о веб-ресурсах. Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вообще интересно то, что я говорю или нет? Пожалуйста, давайте плюсики, как-то отреагируйте. Нас вообще смотрит кто-то? Есть, да? Хорошо, Ольга. Рад буду тогда вашим вопросом. Значит, веб-ресурсы. По веб-ресурсам, ну мы уже говорили, да, что есть наличие корпоративного сайта и это накопительная маркетинговая стратегия, там должен быть непосредственно блок, который нужно вести, иначе смысла в корпоративном сайте вообще абсолютно я никакого не вижу. То есть это то, что вы должны постоянно наполнять. Корпоративный сайт всегда будет конвертировать клиента в заказчика юридической услуги хуже, чем лейдинг-пэдж. Объясню почему. Потому что на корпоративном сайте всегда есть меню о нас, наши услуги, наши контакты, ссылки на социальные сети. И бывает так, что человек зашел на ваш корпоративный сайт, почитал какую-то статью, зашел в контакты, почитал о нас, там есть ссылка на социальные сети, он зашел на страничку в Facebook, тут ему Вася Пупкин написал и все, и он уже как бы потерялся, да. То есть он уже общается с Васей, вместо того, чтобы оставить заявку и обратиться непосредственно в вашу юридическую компанию. Поэтому важно понимать, что корпоративный сайт должен быть в юридическом бизнесе, корпоративный сайт – это инструмент накопительной маркетинговой стратегии. Над корпоративным сайтом нужно работать на уровне его наполнения с точки зрения SEO-оптимизации сайта. Для этого нужно проработать семантическое ядро, лучше обратиться к экспертам. Это не дешево, может занимать от 800 до 2000 долларов, по срокам также от 6 до года, для того, чтобы со всем этим разобраться, сделать это правильно. Но такие эксперты действительно есть. Тогда смысл в корпоративном сайте есть. Но есть более простые решения, это лендинг пэдж, да, то есть когда мы создаем конкретный посыл, у нас нет никакого меню, например, в ликвидации предприятия мы пишем экспресс-ликвидация под ключ. Все, прописываем боли, в зависимости от того, как мы проработали наш аватар клиента, то есть пытаясь ударить по самому больному, это 205-212 статья, там уголовного кодекса, да, к примеру. И запускаем рекламу на этот сайт, у нас нет цен, у нас есть только формы, человек оставляет заявку, и мы уже с ним связываемся и делаем продажу, да. Поэтому есть целые разделы, слайды по основам лендинг пэдж, это все есть в 7-часовом мастер-классе, что такое лендинг пэдж, да, как его тестировать, для чего он нужен, какие причины использования, для кого наш лендинг, да, то есть основная его задача конверсия, почему это важно. Как считается конверсия, все это можно посмотреть, там, методы увеличения конверсии на лендинге, это все тоже можно понять, да, то есть как происходит растягивание воронки, как происходит пропорциональное расширение, это все есть на конкретных примерах и кейсах с конкретными там юридическими компаниями. Поэтому посмотрите, там я не буду долго останавливаться на этих слайдах, да. Почему? Потому что, ну еще раз скажу, нет абсолютно там ресурса времени показать, рассказать, да, конкретно. Хочется, хочется, наверное, а вот можно, ага, вот, да, демонстрация экрана есть. Вот вам пример, давайте я просто покажу примеры некоторых лендингов, да, вот есть пример лендинга, который мы делали по направлению практики, это оскаржение решения про видновую в регистрации податковых накладных, да. Как выглядит лендинг? Вот так он выглядит, да, то есть есть, в принципе, номер телефона, можно позвонить. Здесь есть предложение загрузить административный иск, к примеру, образец какой-то, да, и есть форма оставить заявку. Оскаржение решения, представительство в суде, то есть такой короткий, понятный лендинг там с экспертами, который запасался на целевой аудитории бухгалтеров, буквально через два часа рекламы появляются заявки, которые мы обрабатываем, они попадают в сериал-систему, и в этом мастер-классе, в семичасовом, там как раз мы запускаем рекламу, да, на этот лендинг, и получаем лиды, связываемся с ними, там фактически обзваниваем. Поэтому посмотрите, то есть это вам пример того, как может быть лендинг, чем он отличается от корпоративного сайта. Нет ничего, то есть нельзя никуда нажать, да, ничего не кликабельно, нет никаких переходов. Система проста, либо ты оставляешь заявку, либо ты закрываешь сайт. Всего у клиента есть два действия, да, то есть это технология buy or die, или ты покупаешь, или ты умираешь. То есть либо ты заполняешь заявку, либо ты закрываешь сайт. Именно поэтому лендинг-пэш всегда конвертирует намного лучше, если он качественно и грамотно подготовлен. Вот мы делали лендинг юридической фирмы Gentles, Олегу Громовому, это практика защиты чести и репутации именно в интернете, да, то есть заказать услугу, нажимаем на кнопку, появляется непосредственно как бы форма, да, заполните форму, оставьте как бы заявку. Если меню есть, она с кейсами и услугами, то это меню исключительно внутри сайта, да. Есть видеоприглашения, кейсы, то есть это не меню, где человек может уйти на какие-то там социальные сети, нет, у него есть, то есть простые, понятные решения, да, то есть заказать услугу, есть английский, украинский вариант и так далее и тому подобное. Поэтому вот таким образом это работает, так работает лендинг, да, и его отличие от корпоративного сайта в том, что он конвертирует намного, намного лучше. Теперь поговорим давайте по трафику. Трафик бывает бесплатный, я рекомендую использовать, например, такую таблицу в Excel, где мы в первой колонке указываем сайт или паблик, указываем количество аудиторий, которые там находятся, также мы прописываем модератор или администратор, к которому можно обратиться, потому что иногда нельзя просто сейчас в Facebook разместить информацию в какой-то группе, вас могут забанить, а там может быть там 400 тысяч пользователей этой группы, но я бы рекомендовал обращаться в первую очередь к администратору, спрашивать, сколько это стоит, поэтому есть четвертая колонка цена и результат. Это то, как мы можем измерить, то, что я сказал уже в интернет-маркетинге, нам очень важно считать ROI, Return of Investments, то есть считать возврат инвестиций. Например, если мы запускаем рекламную кампанию на наши курсы в Facebook, то для нас нормально платить Facebook 10 долларов за одну заявку, это еще не продажа, то есть человек оставляет заявку. Для нас нормальная эта цена от 7 до 10 долларов, но при этом средний чек наш составляет порядка 350 долларов по курсу, и при этом мы понимаем, что конверсия из заявки в отделе продаж в продажу составляет 10%. Это простая математика. Мы понимаем, что если нам нужно получить там 100 человек, значит нам нужно потратить 10 тысяч долларов, отдать Facebook, если мы пытаемся набрать 100 человек на курс, но при этом средний чек будет составлять 350 долларов, соответственно мы 100 умножим на 350 и посчитаем понятную экономику для нас. Почему это выгодно? Поэтому очень важно понимать канал, то есть рекламный канал, трафик какой из рекламных каналов дает наилучший результат. И для этого мы используем так называемый инструмент UTM-меток. Ну вот первое, например, сайт или паблик, я сейчас работаю активно над продвижением своего там американского YouTube канала и могу показать пример. То есть даже на уровне каких-то там вкладок, закладок, у меня вот есть такой канал OnlyShorts, и здесь есть, например, группы в Facebook, которые для себя повыписывал проверенные группы в Facebook. Вот видите, смотрите, сколько-сколько разных групп, куда я размещаю как бы информацию. То есть я захожу в эту группу и в этой группе просто делаю пост со ссылкой на своё видео. Таким образом я получаю просмотры, получаю подписчиков, и это проверенные группы, где мне трафик обходится абсолютно бесплатно. Также можно туда размещать ссылку непосредственно на вашу статью в блоге, если мы говорим о том, что вы хотели бы, чтобы люди её прочитали. Также можно разместить ссылку непосредственно уже на лендинг. Вот, например, юридическая фирма Джентлс, мы скопировали эту ссылку, зашли в группу, разместили. Для этого у нас есть таблица в Excel, в которой у нас собраны вот эти точки сбора, группы, куда мы можем методично заходить, размещать ссылку на наш лендинг или корпоративный сайт, или на нашу статью. Да, мы понимаем, какое количество участников здесь, мы понимаем, что мы договорились с модератором, и модератор сказал, окей, я закреплю твои сообщения на неделю, будет это стоить, к примеру, там, 6 тысяч гривен. И мы должны посчитать результат. Вот результат, если мы размещаем лендинг или страницу, то его очень хорошо мерять с помощью UTM-метки. UTM-метка – это то, что именно в диджитал-маркетинге позволяет нам посчитать эффективность вот этих вложенных 6 тысяч гривен. Есть такой вот генератор UTM-меток, он работает довольно просто. Мы копируем ссылку, вставляем сюда адрес сайта, и здесь мы прописываем для себя обязательные параметры. То есть мы, например, пропишем, что это будет там Facebook, группа, там, я не знаю, все о недвижимости, да, или там все об инвестициях, например, да, там группа Invest какая-то, да. И можем даже прописать название какой-то статьи. Мы видим, вот результат, у нас появляется такая ссылка с UTM-меткой, UTM-меткой длинной, и именно эту UTM-метку мы размещаем в группе. Для чего? Потому что если мы заплатили деньги, 6 тысяч гривен, мы хотим понять, это эффективный инструмент размещения, да, там, наших постов, рекламы и так далее, нашего лендинга. Или там, да, большая аудитория, 400 тысяч человек, но заказов мы оттуда не получаем, да. Мы два раза туда запостили наш пост, его закрепил там администратор, но ни одной заявки мы не получили. Тогда возникает вопрос, а зачем нам использовать этот канал, да. Есть ли смысл его, есть ли смысл туда тратить деньги, если это не даёт заказов в ваш юридический бизнес. Поэтому очень важно, чтобы вы проработали вот такие точки сборки. Домашнее задание вам будет составить вот такую таблицу, подобрать группы. Это могут быть не только группы, какие-то паблики, тот же самый там протокол и другие ресурсы, да. Поэтому задача вот такая. Проработайте, найдите те группы, где находится ваша целевая аудитория, постарайтесь договориться с модератором, узнать, сколько цена, попробуйте поработать с ITM-меткой. Но для этого нужно понять, как работает Google Аналитика. Это тоже отдельная часть, с которой придётся, наверное, столкнуться. Именно поэтому я всегда говорю, да, что, уважаемые коллеги, профессия диджитал-технолога в юридическом бизнесе, это крайне необходимо. Сейчас есть юридические компании, в которых находятся целые департаменты. Не просто отдел маркетинга, да, который там, ой, давайте мы закажем статью в журнале Forbes, нам там дадут его с 30-ти процентной скидкой. Но вы поверьте, это просто прошлый век уж. Сейчас должен работать диджитал-технолог в вашем юридическом бизнесе, где существует целый департамент, да, который занимается именно тем, что замеряет эффективность тех или иных каналов, да, которые дают именно деньги, да, то есть приводят деньги в компанию. Теперь давайте поговорим по платным трафикам, да. По платным трафикам очень крутая таблица, постараюсь сейчас показать это на конкретных примерах, но в целом мы говорим, что есть реклама Google AdWords, это то, что вы видите, когда вбиваете в поиски, например, да, то есть если мы здесь вобьем там курсы для юристов, курсы для юристов, то есть мы можем, ну сейчас здесь нет, видать, вечером отключили, днем, днем, а, ну вот, есть реклама-реклама, видите, вот реклама-реклама, то есть скиллбокс показывает курсы для юристов, еще какие-то компании. Мы иногда включаем, иногда нет, потому что для нас это не основной трафик, 90% заказов на курсы для юристов мы получаем через Facebook. Я постараюсь объяснить, почему. Но, тем не менее, есть классический инструмент, это контекстная реклама, она отличается от таргетированной рекламы тем, что человек сам здесь вбивает в поиски, а таргетированная реклама, она все-таки немножко по-другому работает, то есть выбирается целевая аудитория, и в ленте Facebook мы, как на рыбалке, там ловим нашего клиента, да, то есть в данном случае, если мы работаем с юристами, мы в Facebook настраиваем рекламу именно на юристов и показываем наши курсы в ленте Facebook юристам. С одной стороны, контекстная реклама, она более целенаправленно, потому что у человека уже точно болит, он пишет сам, да, этот запрос, но такая реклама может быть довольно дорогой, да, поэтому мы видим, вот что в органической выдаче мы находимся раз, два, три на четвертом месте, на четвертой позиции, да, хотелось бы чуть повыше, но опять же, еще раз подчеркну, мы не используем для нашего бизнеса Google AdWords как основной инструмент, потому что количество юристов, которые ищут в интернете через Google, через поисковый, да, запрос, курсы для юристов, но ничтожно мало, то есть около 100-200 человек в месяц это делает, но это очень мало, да, поэтому это не наш канал коммуникации, да, не наш канал продаж. А вот если мы говорим уже непосредственно о Фейсбуке, то, конечно же, это уникальный инструмент, который нам дает очень-очень крутые результаты. Мы сейчас с вами постараемся посмотреть, как мы коммуницируем, да, с нашей аудиторией, возвращаясь к слайду обратной пирамиды потенциальных клиентов, Джей Абрахама, о котором мы говорили, да, потому что основные усилия мы направляем здесь именно на вот эту вот категорию, на вот эту вот аудиторию, которая не готова заказать или купит, но потом, да, именно так это устроено. И давайте вернемся к этому слайду, постараемся с вами сейчас максимально разобраться с тем, с какими аудиториями также стоит работать в вашей юридической компании. Это must-have, это то, с чем, ну просто вам даже не то, что работать, если вы будете работать, заказывать таргетированную рекламу, вы должны объяснить вашим таргетологам, что мы хотим вот этого. Даже можете показывать мое видео, да, вот этот слайд и объяснять, мы хотим вот так вот, да. Первое, это посетители вашего лендинга, то есть мы можем собрать в отдельную аудиторию всех тех людей, которые непосредственно заходят, к примеру, на сайт, да, то есть если мы запускаем рекламную кампанию на лендинг по защите репутации там в интернете, то через инструменты пикселя, которые привязываются непосредственно здесь на сайте, мы можем в фейсбуке, пиксель — это метрика фейсбука, да, мы можем собирать в отдельную аудиторию всех тех людей, которые непосредственно посещают конкретный сайт, да, то есть давайте посмотрим, что у нас здесь есть. По-моему, это у нас такой хэштег «Ремаркет». Можем посмотреть, есть ли у нас… Так, ну вот нам показывает, да, например, что есть посетители конференции TaxConf 2021, то есть менее тысячи человек, но тем не менее они тут собраны, да, посетители, например, сайта по ЕСПЧ, да, это курс по защите в Европейский суд по правам человека. Ну, то есть вот так вот мы можем собирать аудиторию и работать с ней, да. В последнее время я смотрю, что Facebook почему-то перестал показывать, потому что есть практики, политики Facebook, которые постоянно меняются, в последнее время они не хотят показывать, то есть показывают менее тысячи, но по другим категориям показывают более широкие аудитории. Мы сейчас постараемся их посмотреть. Посетители корпоративного сайта, да, то есть у нас есть такой хэштег «Сайт». Опять же это говорит о том, что когда мы запускаем, да, вот, вот, пример, да, посетители, все посетители курса по спадковому праву, да, все посетители Education Law, посетители видеокурсов наших, да, сайта, там, посетители сайта BCA, 31 тысяча человек, да, то есть Facebook для нас собирает в отдельную аудиторию всех тех людей, которые посещали наш корпоративный сайт, где размещены все курсы для юриста. Это 31 тысяча человек. Естественно, когда мы создаем новый курс в нашей академии, мы запускаем непосредственно рекламу на эту 31 тысячу. То же самое должно быть в вашем юридическом бизнесе. Если вы сейчас развиваете практику, там, защиты инвестиций при инвестициях в недвижимость, да, если мы берем конкретно инвестиционное право, то логично, что есть смысл запустить рекламную кампанию в Facebook на ваш лендинг-пейдж, привязать туда пиксель Facebook для того, чтобы мы могли поставить задачу Facebook, собирать в отдельную аудиторию всех тех людей, которые посетят этот сайт, да, и потом этим людям показывать, например, трансляции, вебинары, да, то есть постоянно догонять их. Ещё раз, да, почему первый слайд очень важный, да, тот, который я показал, ну, один из первых. Обратная пирамида потенциальных клиентов, потому что так это работает, потому что мы постоянно преследуем наших потенциальных покупателей, курсов и наших потенциальных клиентов на наши юридические услуги, постоянно догоняя их с помощью инструментов ремаркетинга. Вот на уровне аудитории в Facebook мы можем собирать для себя, то есть ставить задачу Facebook, собирать для нас эти аудитории для того, чтобы им потом вновь показывать наши новые юридические услуги, наши вебинары, наши мастер-классы для них, нашу инфографику, наши статьи им, да, это крайне важно. Поэтому если вы будете заказывать и работать с таргетологами, показывайте им там моё видео, показывайте им вот этот слайд и объясняйте, что я хочу вот это. Потому что в противном случае это будет просто слив бюджета. Если вы на начальном этапе это не сделаете, вы потом будете кусать локти, что вы не собрали эту аудиторию. Это очень важно. Поэтому ещё раз, мы можем собирать в отдельную аудиторию всех посетителей конкретно нашего лендинга. То есть на примере, скажем, ликвидации предприятия, мы запустили рекламу лендинга по экспресс-ликвидации и собираем всех тех людей, которые зашли на этот сайт. Зашли, там что-то читали, интересовались. Дальше мы можем собирать в отдельную аудиторию всех посетителей нашего корпоративного сайта. То есть мы можем продвигать через интернет, так как это делает Академия, рекламу в Фейсбуке и делать такую брендированную рекламу, чтобы люди заходили на наш корпоративный сайт. При этом собирать в отдельную аудиторию всех тех людей, которые посетили наш корпоративный сайт. В данном случае это 31 тысяча. Далее мы можем собирать в отдельную аудиторию аудиторию посетителей нашей страницы в Фейсбуке. Пейдж. Но мы собираем не только посетителей нашей страницы, поэтому у нас есть такое огромное преимущество. Где тут наш пейдж? 130. Страница АКБ вовлеченность. 130 тысяч человек. 130 тысяч человек для нас собрал Фейсбук, юристов, которым мы постоянно показываем нашу рекламу, продаем курсы. О чем говорит таргетированная реклама? Почему Фейсбук для нас это 90% продаж? Почему мы не используем другие инструменты? Потому что мы умеем качественно владеть этим инструментом. Потому что на сегодняшний день мы можем точечно запустить рекламу только на тех, кто посещал там страницу курса по наследственному праву. То есть если у нас будет какой-то мастер-класс по наследственному праву, понятно, я буду показывать только тем людям, которые посещали лендинг по наследственному праву. Если у нас какой-то там обширный такой курс, который мы хотим предложить нашей тёплой аудитории, то это 130 тысяч человек, это все посетители нашей страницы, которые каким-то образом с нами взаимодействовали. И это совершенно другие уровни. То есть можно собирать в отдельную аудиторию людей, которые, к примеру, только лайкали наши посты. А можно собирать тех людей, которые лайкали и комментировали наши посты. То есть есть разные уровни и глубина вовлечённости. И это будет, например, чуть меньше аудитория, но более вовлечённая, более тёплая. Одно дело люди, которые посетили нашу страницу в Фейсбуке, а другое дело собрать для себя тех людей, которые что-то лайкали и что-то комментировали. То есть более теплые. Далее, люди, взаимодействующие с вашей страницей, я это сказал, четвертая аудитория. Пятая, это все те, кто посмотрел наше видео. При этом, если возвращаться к третьей, четвертой аудитории, мы также собираем отдельно еще аудиторию с наших партнеров. То есть у нас есть страница протокол 490 тысяч, 490 тысяч юристов. Мы собрали и показываем им рекламу. Также есть страница ActiveLex, это наши партнеры, по которым мы также собрали аудиторию. Она не такая большая. Посмотрите, сколько этих аудиторий. 27 тысяч. Она небольшая, но это тоже целевая аудитория, юристы, которые пользуются вот такой вот платформой. Дальше, все, кто посмотрел наше видео, от 3 до 95%. Есть такой хэштег у нас. И здесь мы видим, что просмотрели видео из YouTube. То есть есть люди, которые смотрят мой Legal Talks. Facebook собрал для меня 25 тысяч человек аудиторию. Те, которые смотрели лично мои видео. Конечно же, если я запишу новый Legal Talks, я прорекламирую этот Legal Talks на эту аудиторию. Дальше, посмотрим, посмотрели видео BCA 75%, 11 тысяч человек. Дальше, дальше, видео приглашение Такслот, 22 тысячи курсов для бухгалтеров также у нас есть. Смотрели видео по земельному праву 5400, смотрели видео по трудовому праву 2300, смотрели видео по курсу по IT-праву 2800. То есть можно максимально качественно сегментировать аудиторию. Сейчас я пытаюсь найти, смотрели видео по уголовному праву, хотел найти просмотры всех видео КБ 75%. 43 тысячи, но тут где-то есть еще 10%. Ага, вот, просмотрели видео Академия консалтингового бизнеса 10%, 170 тысяч человек. Это хорошая аудитория, и она очень хорошо работает. Я всегда запускаю рекламу на эту аудиторию, то есть на тех людей, которые просмотрели вот эти вот 10% всех видео Академии консалтингового бизнеса. Дальше, look-alike аудитория. Очень удобный инструмент, мы даже видим, что здесь вот на уровне Украины мы поставили задачу, да, там, Фейсбуку собрать для нас отдельную аудиторию. 230 тысяч человек он собрал. То есть мы можем зайти, к примеру, вот сюда, да, и поставить там задачу, действие, создать похожую аудиторию. То есть мы ставим задание Фейсбуку, пожалуйста, найди в интернете, найди в Фейсбуке таких же людей, которые просмотрели там 10% нашего видео. И он найдет такую аудиторию в размере 1% по Украине, и сейчас он показывает, что это 230 тысяч человек. Очень удобный инструмент, который я всегда тоже использую. То есть называется это look-alike аудитория. Далее, все, кто интересовался, ли пойдет на мероприятие. То есть когда мы говорим о том, что вы интересуетесь мероприятием, нажимаете на кнопочку интересуюсь или пойду, это говорит о том, что мы вас собираем в отдельную аудиторию. То есть у нас есть такой хэштег ивенты, да, и мероприятия, и мы собираем в отдельную аудиторию вот всех людей, которые нажали на мероприятие в Фейсбуке и проявили интерес. Или нажали на кнопочку интересует, или нажали на кнопочку пойду. Дальше. Посетители вашего профиля в Инстаграм. Несомненно. То есть если у нас есть Инстаграм, мы собираем в отдельную аудиторию всех тех, кто взаимодействует с нами с Инстаграмом. Подписчики Инстаграм — 19 тысяч. И есть отдельно все, кто взаимодействовал с нашим Инстаграмом — это 61 тысяча человек. Дальше. Все, кто прочел вашу статью в блоге. То есть можно рекламировать ваши статьи в блоге через пиксель Фейсбука. Например, только по практике налогового права собирать в отдельную аудиторию всех тех, кто читал эти статьи. Парсинг группы создания аудитории из них тоже есть такой инструмент. Можно зайти в группу в Фейсбуке. Это не совсем законно, но мы на начальном этапе использовали. То есть мы заходили в группы, где находились юристы, парсили оттуда аудиторию, заливали ее в Фейсбуке, настраивали на них рекламу. И контакты из CRM-системы. То есть если у нас есть CRM-система наша, вот можно сюда зайти, вот список клиентов. Сейчас база наших клиентов в CRM-системе составляет 59 244 человека. Мы выкачиваем всю эту базу, заливаем ее непосредственно в Фейсбук. И Фейсбук, там вот по тегу CRM, Фейсбук собирает для нас в отдельную аудиторию этих людей, на которых мы также запускаем рекламную кампанию. Вот это основы, которые вам важно понимать. Я прекрасно понимаю, что, наверное, вам невероятно тяжело понять, как это работает, но я стараюсь максимально просто объяснить. Объяснить конкурентное преимущество, почему Академия консалтингового бизнеса сегодня – это компания номер один на рынке в области обучения юристов. Потому что мы стали таковыми только за счет диджитал-технологий, за счет вот этого скальпеля, который мы настолько точечно можем достучаться к вашему сердцу, чтобы вы приняли решение заказать и оплатить у нас тот или иной курс. И в вашем юридическом бизнесе вы точно так же можете это делать. Вам просто нужно понять и разобраться в основах, как это происходит. И да, нужно работать над основами. Прежде чем лезть в диджитал-маркетинг, нужно еще раз, говорю, проработать очень сильно первый столб интернет-маркетинга. Стратегия плюс проектирование. Кто мы, зачем мы, как мы работаем, как мы победим в конкурентной борьбе. Второй столб – наличие веб-ресурсов, корпоративный сайт, страницы захвата, какие мы будем создавать. Третий столб – это трафик, платный, бесплатный трафик. Трафик, гугл-реклама, что мы будем использовать, как мы будем это все запускать в интернете. Как мы будем это мерить. Со всем этим важно разобраться. Не буду останавливаться на социал-медиа-маркетинге. Здесь все и так понятно. Группы там, в фейсбуке, все это посмотрите в большом. Модель диджитализации. Давайте поговорим о конкретных примерах того, что использовалось уже в юридическом бизнесе. Это будет интересно. Первое. Нужно понимать, что работая с аудиторией в фейсбуке, мы можем продавать на разных уровнях. И первое, что я рекомендовал бы использовать на уровне транслирования своей экспертности – это лид-магниты. Что такое лид-магнит? Это одно конкретное решение вместо множества. То есть это немедленное получение результата, и это увеличивает вашу экспертность в глазах клиента. Лид-магнит – это то, что ваш клиент может получить условно-бесплатно, как правило, за предоставление своих контактных данных. То есть он оставляет свой номер телефона, электронный адрес, и все это попадает, к примеру, в базу. Например, это попадает в email-рассыльщик GetResponse, то есть это четвертый столб интернет-маркетинга, о котором мы будем говорить. Это попадает в вашу CRM-систему, то есть на сегодняшний день это у нас 59244 человека, юриста, которые постоянно коммуницируют с нами. И примеры лид-магнитов могут быть очень простые. Как вести себя при налоговых проверках? То есть это может быть, скажем так, белая книга, White Paper, такая технология, где у нас есть 13-14 страниц. Пожалуйста, заполняй поле, скачивай, потом мы будем с тобой как-то коммуницировать. Даже номера телефона не нужно, просто оставь свой электронный адрес. Но сейчас очень хорошо работают чат-боты. Можно сделать хороший красивый лендинг. Вот такая презентационная книжечка, как вести себя при налоговых проверках. Классно, хотелось бы скачать. Да, конечно. Запускайте лендинг, запускайте рекламу в Facebook, начинайте собирать аудиторию, потом уже делайте для них какой-то бесплатный вебинар на вебинаре, транслируйте свою экспертность, собирайте в отдельную аудиторию всех тех, кто посетил ваш вебинар, запускайте на них лендинг по налоговому праву. Всё, вы на коне. Пять эффективных способов использования эстонских компаний. Примеры лид-магнитов. Бесплатное руководство по самостоятельной регистрации юридического лица. Вебинар по юрмаркетингу. Это то, что мы использовали. Десять ошибок при заключении веб-контрактов. Книга бесплатна. 57 ответов на самые актуальные вопросы по офшорам. Плюс таблица сравнения офшорных зон. Получить книгу. То есть, что может работать? Запись на бесплатную консультацию, бесплатный аудит, какое-то обучающее видео, белая книга, бесплатный вебинар. То есть, всё это лид-магниты. Подписка на рассылку какую-то. Можно телеграм-канал создать. Это тоже та аудитория, когда вы с ней можете действительно круто работать. Примеры названий могут быть разные. Х способов сделать Y. Х путей из Y за Z дней. Х инструментов помогут вам Y. Как сделать X без Y. Ну, к примеру. То есть, я не говорю сейчас о конкретных юридических вещах. Я говорю на уровне глобального понимания, что такое лид-магнит. Должны быть яркие конкретные названия. Примеры из юридического бизнеса. Как выиграть суды с органами ГФС без денег. Бесплатный мастер-класс от Анатолия Кужеля. Получить мастер-класс. Интересно, интересно. Запускается реклама в Фейсбуке. И получаете заявки. Потом можно с людьми связаться. Спросите, а вы посмотрели видео? Да, посмотрели. А что у вас, какой у вас вопрос? Поверьте, заказы будут. Что важно знать в оптимизации базовых налогов? Ещё в 2016 году мы с Анатолием использовали эту тему. В 2016, ребята. Сейчас 2021 год, понимаете? А я в 2016 году приводил клиентов в юридический бизнес. Каким должен быть идеальный офис для бизнеса? Бесплатный мастер-класс вот де-факто. Практические задания вам. Название лид-магнита. Обещание выгоды, которое человек получит от лид-магнита. Дальше. Ловушка для клиента. Ловушка для клиента – это безотказный, супер низкий по цене продукт, который конвертирует лида в клиента. Полезность. То есть это релевантно максимально по отношению к вашему ключевому оферу, к тому, что приносит вам 80% в вашем юридическом бизнесе. Это имеет ценность, высокую ценность восприятия, но стоит это недорого. Это всегда актуально. То есть решение вопроса актуально здесь и сейчас. И порог принятия решения низкий. То есть что-то за 5-7 долларов, пожалуйста, скачай, купи. Главное событие марта для главных бухгалтеров. Пожалуйста, прими участие. Стоимость всего там, по-моему, 1200 гривен написана. Прими участие в мастер-классе. То есть порог принятия решения невысокий. Тысячу гривен можно заплатить, можно прийти и послушать. И смотрите, что здесь делают. Компания специализируется на налоговом праве. Компания очень качественно проработала свой аватар клиента. Они четко понимают, что их аватар клиента – это женщина, главный бухгалтер, у которой есть вопросы, связанные с тем, что у нее на носу или налоговая проверка, или там еще какие-то блокировки налоговых накладных, черт знает что, еще связанные с налогом. Но это лицо, влияющее на принятие решения, влияющее, что в случае возникновения какого-то вопроса, это лицо, влияющее на принятие решения, прибежит к генеральному директору и скажет, нам нужно обращаться в юридическую фирму де-факто. Ее спросят, почему? Потому что я была у них на вебинаре. Ясно, как это работает? Вот так это работает. Так это работает и у лекторов, которые читают курсы у нас в Академии, потому что на курс по инвестиционному праву, по недвижимости к нам приходят не только юристы из юридических компаний, к нам приходят инхаус лойеры, к нам приходят собственники бизнеса, которые слушают наши курсы. И, конечно, если лектор хорошо себя зарекомендовал, классно отчитал свой материал, то, конечно, этот лектор имеет обращение. Ему потом пишут, ему звонят и говорят, вы знаете, у нас такой-то такой-то вопрос, мы хотим обратиться к вам. Почему? Потому что я помню вас из курса по инвестиционному праву. Вы для меня были лучше. Вот вам яркий пример того, как может сработать конкретно товар-ловушка. Ещё раз. Порог принятия решения небольшой, да, то, что человек готов оплатить, но мы уже сделали его своим клиентом. Он уже заплатил нам деньги, уже. И поверьте, он готов будет обратиться к вам. И опять же здесь в связке мы работаем с обратной пирамидой потенциальных клиентов Джея Абрахама. Видеокурс по маркетингу для юристов, специальные разные предложения. В общем, практическое задание написать название, предложение ловушки, обещание выгоды от продажи. Я бы рекомендовал вам делать прямые эфиры, вебинары, мастер-классы какие-то оффлайновые, бизнес-завтраки. Можно, например, мы работали с лендлордом и с крупными юридическими компаниями, организовывая для них бизнес-завтраки. То есть к нам приходит юридическая фирма и говорит, мы готовы вам заплатить за организацию бизнес-завтрака. Пожалуйста, соберите для нас аграриев, количество 20-25 человек. Мы заплатим за бизнес-завтрак в ресторане, но мы хотим выступить только одни. То есть будет только одна наша юридическая компания, мы хотим рассказать только им. Тогда мы запускаем рекламную кампанию о том, что будет такой бизнес-завтрак. Тогда мы подключаем отдел продаж. Отдел продаж на уровне модуля общения с клиентом определяет, кто этот клиент. Относится ли он как-то к аграрному бизнесу, что у него есть и приглашает его бесплатно на такой бизнес-завтрак. Всё. То есть мы собрали 25 человек бесплатно на бизнес-завтрак. Юридическая фирма пришла, отчитала, забрала 3-4 кейса к себе в работу. Так это работает. Так работают современные компании, так работают современные технологии. А не то, что вы там себе придумываете и занимаетесь какой-то ерундой, каким-то постингом, непонятным в Фейсбуке. У вас есть там сарафанное радио. Да, это круто, но сарафанное радио это то густо, то пусто. Летом пусто, потому что все бизнесмены улетели отдыхать. Когда с 15 сентября они вернулись, густо мы не успеваем справляться с заказами, потому что у нас не хватает юриста. У нас полный завал, пошла жара. Под Новый год опять у нас пусто. Мы говорим о конкретных решениях, интернет-технологиях, когда у нас кнопочку нажал, реклама идёт, у нас есть клиенты. Кнопочку отпустил, всё, клиентов достаточно. То есть мы больше никого сейчас в работу не берём. Или мы масштабируем юридический бизнес, открываем филиалы в других городах, в других странах, набираем персонал, потому что у нас есть продажи, нам есть за что расти. Академия консалтингового бизнеса начиналась всего с одного меня, потом один, два, три человека. Потому что есть понятие интернет-маркетинга и понятие продаж. Сейчас это 40 человек, сейчас это другие страны, сейчас это параллельные курсы, например, для бухгалтеров, сейчас это клуб юристов, сейчас это организация форумов и бизнес-конференций, проект BCA Events. То есть мы растём и масштабируемся за счёт чего? Да за счёт того, что у нас постоянно крутятся рекламы, постоянно идут продажи. Вот о чём вам нужно думать. О продажах вам нужно думать. Ну и, понятно, диджитализация. Ключевой оффер, да, это то, что даёт 80% прибыли в вашем юридическом бизнесе. То, чем вы занимаетесь, то, чем вы гордитесь, та практика, которая действительно приносит доход. К примеру, адвокат по уголовным делам, юристы по недвижимости, покупка-продажа фирм, регистрация иностранных компаний, ликвидация предприятий, да, то есть всё это конкретные уже лендинги, которые можно рекламировать потом на ту аудиторию, которую мы собрали. Практическое задание вам название основного ключевого оффера, обещание выгоды, стоимости маржа. Ну и мультипликатор прибыли, это то, как мы увеличиваем, да, нашу прибыль за счёт вот этих кросс-селлов, апселлов, даунселлов, то есть мы не забываем предлагать нашим клиентам параллельно ещё что-то. Бывает так, что у клиента возникает вопрос не в связи с вашей практикой, но у вас есть партнёры, другие юридические компании, бутики юридические, да, где вы говорите там, Василий, возьми, пожалуйста, этого клиента, то есть не моя практика, у тебя там интеллектуальная собственность, у меня ликвидация. Давай договоримся, 30% я заберу себе за то, что там ты поработаешь с этим клиентом, да, и при этом клиент у вас останется, то есть вы ему поможете, и вы ещё сможете заработать, и Василий тоже там заработает, да, с вами. Ну, в общем, название мультипликатора прибыли, обещание выгоды, стоимость маржа, это всё тоже детально посмотрите. Это тоже не буду останавливаться. Далее, email-маркетинг, да. По email-маркетингу и по чат-ботам, наверное, есть смысл остановиться больше конкретно на тех инструментах, которые мы используем в своём бизнесе, например, это email-рассыльщик GetResponse, то есть люди, когда регистрируются на наши мастер-классы, там, семинары и так далее, то они все попадают в базу email-рассыльщика GetResponse, у нас есть здесь списки, вот есть отчёты, мы видим, что открываемость, да, то есть доставляемость 99%, процент открытия 15% для email-маркетинга, это абсолютно нормально, количество кликов там 0,45%, то есть 1167 человек перешли, да, на сайт, и из них уже, возможно, кто-то заказал, да. То есть так это работает, мы можем там выбрать конкретную рассылку, посмотреть по ней какие-то результаты, доставляемость, там, открываемость, например, там была рассылка на базу, да, 15% была открываемость, то есть 39 847 человек открыло, и 1142 человека перешло непосредственно на сайт по налоговому праву, ну, с курсом по налоговому праву, условно, да, то есть опять же, это та история по обратной пирамиде, там, потенциальных клиентов, которые мы используем по джею Абрахаму, и то же самое касается, например, нашего там чат-бота, мы используем платформу Лилу, сейчас здесь находится 15 418 контактов, которые к нам попали, здесь есть, ну, попали в этот бот, да, здесь есть умная рассылка, которую вот мы можем сделать, мы видим, что там подписка на рассылку отправлена 8 949, да, доставлено сколько процент открываемости, то есть это всё видно. Дальше у нас есть туннели продаж, когда человек регистрируется, к примеру, на сайте, то мы можем, ну, вот я вам показываю, по сути, внутреннюю кухню, да, то есть когда вы регистрируетесь к нам на там курс по интеллектуальной собственности, ну, для вас это одна история, а для нас это немножко другая история, да, то есть для нас это цепочка писем, которая уже создана на автомате, где мы постоянно, регулярно уже начинаем с вами взаимодействовать, то есть вы оставили заявку, и тут вы получаете первое письмо, привет, ради видать вас в Академии, вы зацекавились онлайн-курсом права интеллектуальной властности, Intellectual Property 4.0, старт курсу уже там 20 липня, наиближчим часом мы свяжемся с вами та расскажем про уси детали. После этого присваивается тег клиенту, после этого стоит задача там отправить письмо и там давайте знаем это с нашими лекторами. То есть пошел дожим клиента, дальше там следующее письмо, еще лектор, потом там перегляньте видео, да, привет, подавиться там прямой эфир, и это все, это все продажа, да, это все воронка, то есть это все проектирование, это все digital воронка, которая дает продажи на каждом этапе, да, это не просто как бы подход мы там... ...должно быть в продаже вашей юридической услуги, и с этим может справиться только digital технолог, либо вы сами для себя примите решение, что я хочу в этом разобраться, и с этим можно разобраться, это уникальные инструменты, которые могут вывести ваш юридический бизнес на совершенно новый уровень. Поэтому четвертый столб интернет-маркетинга, конечно же, это email-маркетинг, не буду тут останавливаться долго, да, все понятно. И последнее, пятое, это CRM-система, то есть система построения взаимоотношений с клиентами. Это, наверное, то, что без чего не может существовать бизнес, да. Я уже говорил, вот мы находимся в нашей CRM-системе, здесь у нас 59 244 клиента, у нас есть раздел «Сделки», да. Здесь мы можем, вот в продаже «Украина», мы можем увидеть, что у нас сейчас 4 сделки находятся в новой заявке, то есть это неразобранные контакты с этими людьми ещё не связывались, но мы видим, что по человеку формируется карточка клиента, ставится задача, мы видим номер телефона, мы видим электронный адрес, мы видим, откуда источник, то есть откуда пришёл человек, то есть чат-ботом к нам пришёл, да, и автоматически ставится задача менеджеру по продажам набрать его на следующий день. Мы видим, что принято в работу 100 сделок на общую сумму 67 000 гривен, мы видим, что условия озвучены по 203 сделкам на сумму 949 901 гривна, мы видим, что курс согласован, это 14 сделок, и завтра мы ожидаем 101 600 гривен оплат, точнее это озвучено, да, на 101 000. Счёт выставлен, выставлен в счёт на 329 339 гривен, расстрочка платежа 247 000, счёт оплачен уже на 3 179 127 гривен. И уже обучение вот начало, обучение завершено. Это CRM-система, и это по каждому клиенту, мы можем зайти в карточку клиента, мы видим полностью переписку по этому клиенту, мы видим, что клиент покупал, какие курсы он у нас покупал, мы видим ответственного, мы можем полностью прослушать непосредственно разговор, да, с клиентом, включить... О, Ксения, добрый день. А с тем за кадром? Да, добрый день. Да. То есть подключена IP-телефония полностью, вся видна переписка с клиентом, и мы можем держать руку на контроле по каждому клиенту. Это CRM-система, система построения взаимоотношений с клиентами. Здесь может быть указано, когда у человека день рождения, здесь указано, какие кэшбэк-баллы у него есть, какое количество он может заплатить деньгами, а какое количество может заплатить условно этими кэшбэк-баллами, да, за курс. Так это работает, да. То есть это система продаж, где есть отдел продаж, и я вас уверяю, уважаемые мои юристы, у которых есть юридический бизнес, прекратите думать, что в юридическом бизнесе невозможно построить такую же систему и построить продажи. Это неправда. Посмотрите, пожалуйста, выпуск Александра Кузнецова в Big Money с Евгением Черняком. Еще раз скажу, что Саша проходил полноценное обучение, лично у меня он построил отдел продаж в юридической компании. И также есть выпуск непосредственно со мной после того, как он попал в Big Money. Я сделал с ним еще интервью Legal Talks, юридическая фирма Armada, Александр Кузнецов на канале Академия консалтингового бизнеса. Можете это посмотреть. Итак, мы с вами завершаем наш мастер-класс, да, модуль, который относится к диджитал-маркетингу, к тому, как монетизировать практику инвестиционного права. Но, надеюсь, я вам был крайне полезен. Вы знаете, что есть пять столпов интернет-маркетинга, о которых должен знать каждый современный юрист. Первая стратегия плюс проектирование. Второе – наличие веб-ресурса. Третье – трафик. Четвертое – email-маркетинг плюс чат-боты. И пятое – это CRM-система. Также система интернет-коммуникации с вашими клиентами на уровне понятия лид-магнит, услуга-ловушка или товар-ловушка, ключевой оффер и мультипликатор прибыли. Так это устроено в Академии консалтингового бизнеса. Так должны вы делать в своем юридическом бизнесе. Отдельно то, чем я сейчас максимально увлекаюсь – это YouTube-канал, раскрутка YouTube-канала для юридического бизнеса. Буду делиться своим опытом, потому что есть уже хорошие наработки, поэтому обязательно подписывайтесь на наши ресурсы для того, чтобы не пропускать эти важные инсайты. С удовольствием буду о них рассказывать. Ну все, друзья, на этом все. Был рад поделиться с вами. Надеюсь, было интересно. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok